Христос Воскресе! Приветствую всех вас, уважаемые телезрители и слушатели телеканала! Сегодня мы поговорим на тему пятого евангельского чтения после Пасхи. Три года шествовал Господь по земле нашей. Три года Он призывал апостолов, свидетелей своего воплощения, свидетелей своей проповеди, свидетелей своих чудес, свидетелей своих страданий ради нас, свидетелей своей крестной смерти, свидетелей своего воскресения и свидетелей своего преславного вознесения. Кто же были эти апостолы? Среди них мы видим рыбаков, мытарей и блудницу-самарянку, память которой Церковь совершает сегодня, в пятую неделю по Пасхе. Блудница-самарянка – женщина, которая была достойна одного только имени – Скотиния, что в переводе означает «мрак и тьма». Так вот, эта женщина делается в сегодняшний день фатинией, светоносной. Она принимает Господа, света мира и благовествует о Нем в этом мире, как апостол, убеждая всех нас в истинности воплощения и воскресения Христова. Когда Христос разговаривал с самарянкой, его ученики удивлялись, как он может говорить с чужим человеком, с незнакомой женщиной. Но Бог есть Бог всех. Всех сотворил Господь. Всех объемлет Его любовь. Ко всем Он пришел, ради всех Он жил, ради всех Он умирал, для каждого Он пережил богооставленность. И в таинственный, страшный ад каждого человека Он вошел. Ученики Христа еще делили людей на своих и чужих. Христос же всех обнимает одной любовью. И мы призваны, будучи Христовыми, так же и относиться ко всем, ради которых пришел Спаситель на землю, ради которых Отец отдал своего Единородного Сына на смерть. А теперь скажите, так ли мы относимся к людям? Не делим ли их на своих, в кавычках, и на чужих, на друзей и на врагов? Мы призваны не к друзьям Божьим, а к врагам, лучше сказать, к недругам, противникам Божьим, призваны идти с благовестием. Идти с благовестием о спасении, с благовестием о новой жизни, которая в Боге и которая им дается. В конце сегодняшнего Евангелия Спаситель говорит, поля уже побелели, жатва уже готова, а делателей мало. И когда мы оглядываемся на христианское общество, на свою церковь и на все церкви, которые именем Христа себя называют и порой справедливо, скажите, разве мы не ужасаемся при мысли, что нас столько, а Слово Божие умирает в нашей среде, прозвучит и умрет, прогремит и больше ничего не слышно. мы призваны Христом быть Его присутствием на земле, Его свидетелями, мы призваны быть на земле продолжением Его воплощенного присутствия. Больше того, если можно это сказать присутствием и Христа, и Духа Святого, живущего в нас, и что? Сотни, тысячи вокруг нас жаждут, жаждут Слово истины, жаждут Слово надежды, Слово любви, Слово веры, жаждут, чтобы к ним пришел вестник от Христа, в котором они могли бы узнать того, кто Его послал, Спасителя, не судью, а друга, способного сказать самому Иуде, друг мой. Поля побелели, сотни, тысячи, миллионы жаждут, миллионы изголодались, а мы живем замкнутой, пугливой жизнью. Когда самарянка услышала о Христе слова, которые дошли до ее души, пролились в ее душу, как живая живая вода проникает в иссохшую землю пустыни, она все бросила. Она забыла, зачем пришла к колодцу, она поспешила в город, чтобы поделиться с людьми чудом. Она встретила того, в ком она почуяла сердцем Мессию, Спасителя мира, Христа. И то, что она говорила, как она говорила, и что с ней случилось, было таково, что люди поверили ее слову и пошли ко Христу. А теперь давайте обратимся к себе. Кто, слыша наше слово, готов все бросить, все напрасные поиски, готов бросить для того, чтобы прийти ко Христу, который есть и истина, и путь, и жизнь. Наше свидетельство тускло, бледно, ее свидетельство было подобно пламени, оно было прозрачно, как свет. Люди слышали свидетельство и не видели женщину. И когда мы говорим, как часто люди видят только нас и не слышат слова, которые звучат, которые должны были бы прогреметь через нас, через нашу прозрачность, доходить до них как жизнь, а затем, придя ко Христу люди говорили этой женщине, говорили слова, к которым мы относимся часто болезненно. Уже не по твоему слову мы верим, мы сами видели. Как часто нам хочется, чтобы человек вспомнил с благодарностью о том, что мы его привели ко Христу, мы ему открыли дверь в церкви, мы ему дали радость, надежду, зачаток веры. И с какой готовностью Самарянка стала незаметной. С ней случилось то же, что было с Иоанном Крестителем. Христос вырос во весь рост перед людьми, и они забыли про Иоанна. Подумаем и мы над нашим местом в деле спасения. Как часто я слышу слова людей говорящих, почему нас мало, почему это дивное провозглашение православия не зажигает, не просвещает всех и вокруг, потому что мы тусклы, потому что наше слово слава, потому что мы боимся провозглашать всем голосом, и не голосом только, но всей жизнью боимся провозглашать наше, или, вернее, Божие благовестие. Задумаемся. Задумаемся в сегодняшний день над Самарянкой. Христос пришел ко всем. Он нам возвестил, что придет время, когда не тут и не там надо будет искать истинных поклонников, поклонников Богу и Отцу, что те, кто поклоняются Ему, должны будут поклоняться Духом и Истиной. Но этот Дух, эта Истина должны просиять через нас. Мы посланы в мир, мы апостолы Христовы, мы свидетели Его, и по нам будут судить Христа. Подумаем над нашей ответственностью и с радостью поделимся тем богатством, тем счастьем, той верой и надеждой, тем ликованием, которое дает нам Христос. Христос. доу besides в Субтитры создавал DimaTorzok